Завтра с заходом солнца наступит еврейский 5785 Новый год. Рошашана, что в переводе означает «голова года», это время пересмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее. Это не только день сотворения мира, но и суда. У него мало чего общего с привычным пониманием Нового года. Ни шампанского, ни мандаринов и оливье, а главные символы – яблоки и мед. О традициях праздника расскажет Лена Музык. Вечером 2 октября иудеи всего мира начинают праздновать Рошашана. День, означающий наступление Нового года по еврейскому календарю. В преддверии праздника президент Международного благотворительного фонда Стемеги Герман Захарияев обратился к еврейской общине. Дорогие друзья, я счастлив поздравить вас с праздником Рошашана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому. Сегодня не просто дата, не просто еще один праздник. Сегодня тот миг, когда мы прощаемся за старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью. С наступлением нового цикла, с наступлением Рошашана. Пусть все мы будем вписаны в книгу жизни. И пусть Новый год и новый этап жизни принесут исключительно хорошие события в дом каждого еврея. С Рошашана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы и читать специальные молитвы раскаяния. Наши мудрецы говорят, что каждый год Всевышний вниз посылает особое благословение, которое раньше никогда не было. Получается, что именно в этом году мы получаем благословение больше, чем когда-либо. И поэтому нужно эти благословения использовать по максимуму. Подняться выше, совершить новые дела и заслужить, чтобы Всевышний действительно дал нам все возможные благословения. В этот день, 5784 года назад, Бог сотворил первых людей – Адама и Еву. Именно с этого момента еврейский народ начинает отсчет Нового года. Завтра будет прочтена первая молитва Нового года, а в четверг пройдет праздничная утренняя молитва «Шахарит» и трубление в шафар. Звуки шафара призывают человека к раскаянию, его глаз слушают стоя. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рошашана услышать звуки шафара, причем вживую, а не в записи и непосредственно электронных носителей. Зачем нужно трубить враг? И зачем мы трубим враг в Рошашана из года в год? Потому что этот день сюда, Сатан приходит, собирает все грехи людей и идет к Всевышнему, чтобы сказать, что у людей много грехов, столько грехов, чтобы Всевышний сделал для них суд. Но когда мы трубим шафар, и в это время Сатан думает, что пришло время избавления, что это шафар Машеха, и он от испуга бросает свой мешок, свой доклад с грехами и убегает. Потому что написано, когда придет время избавления, будет трублен большой шафар, и в это время уже уничтожится Сатан. Поэтому она убегает. Поэтому из года в год мы в синагогах во время молитвы трубим шафар. Поэтому обязательно каждый еврей должен прийти, слышать голос шафара в синагоге. Если возможности в синагогу прийти нет, собраться в каких-то местах, и чтобы для них трубили в шафар, это очень важно. Роша Шана наступает с того момента, когда еврейские хозяйки зажигают праздничные свечи, сопровождая это особыми благословениями. После вечерней молитвы в каждом еврейском доме накрывают праздничный стол. Сладкие халы и яблоки с медом символизируют надежду на сладкий и хороший год. Хлеб в этот вечер, вместо того, чтобы окунать его в соль, мы его окунаем в мед. Потому что, говорят, начало года, как начнется, так же продолжит. Поэтому мы начинаем со сладким. И после этого мы делаем процедуру, говорим о благословении на финики, фрукт, которым славится земля Израиля. Говорим о благословении на буроперяэс, кушаем. Потом есть специальные пожелания, которые говорят над этим фруктом. И так же есть процедура, есть другие овощи и фрукты, которые мы говорим. Там есть тыква, голова рыбы, яблоко с медом, гранаты, фасоль, спекла и тому подобное. Голова рыбы предназначена для того, чтобы каждый присутствующий за столом мог пожелать другому, чтобы в хороших делах быть головой, а не хвостом. Плод спелого граната и множество его зернышек напоминает иудеям о полноте заповеди Торы и о том, как важно наполнить наступающий год хорошими делами. Я желаю вам счастья, благополучия, здоровья, мира и всего самого хорошего в этом новом году. Дай Бог, чтобы наши молитвы в этом году были приняты, как и предыдущие годы, чтобы Всевышний услышал нас, услышал наши молитвы. Молитвы